Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка Эмили и это моя любимая рубрика Пустые баночки декоративной косметики за год за 2023 год. Уже, наверное, где-то третий год подряд я снимаю эту рубрику для вас. Я знаю, что многие просто не понимают, зачем это нужно и какой интерес в подобном формате видео. Но я, если честно, обожаю подобные видео, каждый раз смотрю, если появляются новые в декабре. Но, к сожалению, такого контента на ютубе очень мало, потому что многие не понимают смысла, зачем снимать пустые баночки. Ну, в общем, кому интересно, те посмотрят, кому нет, те пройдут мимо. Итак, сегодня у нас 28 декабря, 14.01. Уже совсем скоро Новый год. Я вас хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю вам исполнения всех ваших мечт и 2024, чтобы был самый удачный в вашей жизни. Сегодня у нас не так много пустых баночек, на самом деле. Здесь всего 22, по-моему, средства. Это не так много, в прошлом году было больше, но в следующем году я хочу поставить перед собой цель, чтобы у меня было минимум 50 пустых баночек. Не знаю, насколько это получится, но цель обязательно перед собой поставить надо, потому что косметики, как вы знаете, у меня достаточно много. Многое просто залеживается, сроки поджимают, и косметикой надо пользоваться. Я постараюсь много чего не покупать и добивать то, что у меня есть. Моя гордость! Наконец-то эту палетку я вам показываю абсолютно пустой. Я уже вас достала, на самом деле, во влогах, постоянно ее показывая. Здесь были очень носибельные оттенки, все они были матовые. Всеми я ими пользовалась с большим удовольствием. Единственное, здесь был один темный оттенок, который очень сложно я закончила. Точнее, честно, я заставляла себя его добить до конца. Это палетка от Makeup Revolution. Я ее закончила за два с половиной года постоянного использования. Я не знаю, как другие блогеры заканчивают за несколько месяцев огромные палетки. У меня, к сожалению, такое не работает. Здесь было 166 грамм. Это для меня очень-очень много, но цвета были хорошие, носибельные, поэтому получилось ее добить до конца. Дальше мои любимые туши. Их в этом году закончилось пять. Одна вот такая розовенькая, но обычно я покупаю зеленые. Мне здесь кисточка нравится гораздо больше, но что-то в один раз я не смогла найти и пришлось мне взять вот эту. А так всегда я пользуюсь вот этой тушью от Essence. Здесь невероятно крутая кисточка. Мне очень нравится тушь, и она у меня идет на два месяца одна. Фокусируйся. Ограничитель, естественно, я не убираю, но тушь реально очень классная. Стоит копейки. Мне очень нравится. И сейчас у меня тоже в использовании еще одна такая зеленая. И это пять штук. Обычно у меня заканчивается шесть. Не то, что она высыхает. Естественно, любой мой макияж не обходится без туши. В этом году только один раз я наращивала реснички. И вот тогда полтора месяца я обошлась без туши. И именно поэтому у меня пять пустых паночек вместо шести. Дальше еще одно мое достижение. Это вот такие румяшки от Sleek. Они у меня закончились достаточно давно. Но я бы даже сказала в начале года. Вот так вот я их добила до конца. Точно-точно такие же у меня есть в оттенке. Здесь оттенка уже нет. Но в общем, у меня есть похожий оттенок. И я, наверное, им буду пользоваться уже в этом году. Оттенок был невероятно классный. Вообще косметика от Sleek это прям моя любовь. Единственное, у них очень сильно пачкаются упаковки. Хотя я по возможности стараюсь аккуратно пользоваться, ничего не ломать. Кстати, можно не выбрасывать, можно переспрессовать сюда какой-то другой продукт. Наверное, в эту баночку я выбрасывать пока что не буду. Пользовалась я ими, можно сказать, на ежедневной основе. Но больше одних румяшек закончить за один год для меня это из ряда фантастики. Поэтому только одни румяшки. Пудры. На самом деле у меня было три пудры, которые закончились. Но одна вот такая пудра от Rimmel я, по-моему, упаковку куда-то выбросила. Или оставила в деревне. Или что. Я не помню, что с ней произошло. Но я точно помню, что закончилось две вот такие пудры. А упаковочка осталась только от одной. У меня в оттенке в самом светлом. 001. Очень мне нравится эта пудра. Я помню, два года назад купила пять или шесть таких пудр. И прям пользовалась с удовольствием. Сейчас у меня осталась только одна. Ее я добью в этом году. Точнее, в следующем. И все. Наконец-то закончатся эти пудры. И вторая пудра у меня от Maybelline. Afinitone. Тоже классная. Здесь еще плюс есть такое небольшое зеркальце. Это было очень удобно делать макияж. Здесь была пуховка. Но я обычно пуховкой не пользуюсь. Я пользуюсь большой пушистой кистью. Здесь по краям оставалась пудра. Мне пришлось все это покрошить. И использовать уже как рассыпчатую пудру. Потому что продукт очень быстро замыливался. Ну, возможно, я им неправильно пользовалась. Но в любом случае, такой казус я заметила. Двигаемся дальше. Я должна обязательно это вам показать. Просто насколько я люблю вот эти шариковые блески для губ. Но я их просто использовала как бальзамы для губ. Сейчас вам покажу, сколько их здесь штук. Вы будете просто в шоке. Обожаю эти от Golden Rose. А вот эти просто покупала чисто как ностальгия. То есть в детстве от Fleur, кто помнит, кто в 2005-2007 году пользовался. Это просто, конечно, нечто. Я когда в школе училась, у меня были такие блески. А потом я их увидела здесь у нас в городе. Я просто не могла не купить. Я их купила просто, чтобы они у меня были. Чисто по ностальгировать. Но, как вы видите, закончила до конца. Здесь у меня был мой любимый виноград. И банан. Два таких бальзама для губ. Очень крутых, честно. Но почему-то они у меня безумно быстро заканчиваются. И у меня закончилось четыре от Golden Rose. Здесь тоже разные ароматы. Это банан, апельсин и что-то еще. В общем, такие у меня еще и в использовании есть. Действительно, прям моя, знаете, такая прям любой. У меня сильно сохнут губы. Я обязательно увлажняю их. Стараюсь это делать несколько раз в день. В противном случае у меня трескаются губы. Особенно зимой. Это, конечно, кошмар какой-то. Так, теперь перейдем, наверное, к тональным. Закончилось у меня четыре тональные основы. Сейчас подробно расскажу про каждую. Так, больше всего мне понравилась тональная основа от Bale. Это тональные моего детства, можно так сказать. Когда я училась в школе, я пользовалась Bale. Это в самом светлом оттенке 01. Раньше упаковка была другой, она была черная. Произошел ребрендинг. Сейчас упаковка выглядит так, но это до сих пор мой самый любимый тональный. Хотя сейчас у меня в коллекции разные варианты есть. Где-то около 30 тональных сейчас у меня. Но все равно Bale это One Love. Мне настолько он нравится до сих пор. До сих пор нравится текстура. Короче, я его просто обожаю. Прям номер один. Дальше у нас здесь от Bourjois. Здесь самый светлый оттенок 51. Но даже несмотря на это, все равно тональный был для меня темный. Хотя это самый светлый оттенок. Как вы видите, здесь абсолютно ничего нет. Правда, вы не видите, к сожалению. Но я прям выскребла все, что было возможно. Потом проходила здесь внутри кисточкой, чтобы добить прям до конца. Убираем это все дело. Давайте вот так. Никс тональный неплохой. В оттенке, по-моему, алебастер у меня. Да. Я купила точно такой в новой упаковке. Теперь уже, к сожалению, этих упаковок уже нет. Раньше было 35 мили. Теперь 30. Упаковка другая. Цена стоит дороже. Объем меньше. Ну, в общем, что поделать. Приходится покупать уже по новой стоимости. И последний тональный, который я взяла от Evelyn. Мне он совершенно, честно, не понравился. Это тоже самый светлый оттенок. Я его смешивала с другим тональным от Rimmel. И кое-как с горем пополам его закончила. Но, честно, советовать не особо могу его посоветовать. Потому что не очень мне понравился. Я почему-то думала, что будет очень длинное видео. Но, к сожалению, не получается. Либо я слишком быстро вам это все показываю, рассказываю. Либо средств не так много. Скорее всего, средств не так много. Хотя я старалась добивать. Но в этом году почему-то я красилась не так много. Потому что мукбанков тоже было снято не так много. И я еще плюс пользовалась разными средствами. То есть не было такого, что я концентрировалась на одном продукте. И пыталась его добить до конца. За исключением, естественно, вот этой палетки. Я ее очень хотела закончить. Я, кстати, уже взяла другую палетку от Revolution. Это белая шоколадка. И уже потихоньку начинаю добивать ее. Надеюсь, что до конца следующего года мне удастся закончить ее тоже. У меня закончился бальзам для губ. Он сейчас выглядит очень странно. Здесь была такая крышечка. И такой большой был бальзам. Он у нас от Revolution. Он был такой двухсторонний. Но, если честно, мне этот бальзам совершенно не понравился. Я его закончила просто потому, что он у меня есть. Сроки поджимают. И надо бы его добить. А так я очень рада, что он закончился. Что я не могу сказать про этот Lip Butter от Velour Design. Я его купила сравнительно недавно. Здесь было так мало продукта, девочки. Он просто заканчивается раз и два и все. У меня еще две такие баночки. Но они очень быстро заканчиваются. Поэтому я вам не советую. Здесь сколько грамм? По-моему, 1,6. То есть совсем чуть-чуть. Не вижу. Не вижу, где написано. В общем, к сожалению, этот бальзам у меня закончился. Я его с удовольствием использовала. Где-то, наверное, за месяц. Я его добила прям до конца. Как вы заметили, бальзамы для губ у меня заканчиваются очень-очень быстро. И также единственная помада, точнее, это X of Matte Lip Cream в оттенке Абу-Даби. Единственная помада, которая у меня закончилась. А все знаете почему? Просто потому, что у меня реально очень много помад. И каждый раз я пользуюсь разными. И поэтому ни одна у меня не заканчивается. Я здесь убирала ограничитель. Очень красивый оттенок, действительно. Обязательно куплю еще эту помаду. Даже не думала, что она еще мажется. Ограничитель убрала. И оказалось, что внутри очень много, оказывается, осталось продукта. Крутая помада. Вообще, эта линейка от NYX мне нравится. Да и в целом, вся косметика NYX. Я ее просто обожаю. И, собственно говоря, все. К сожалению, в этом году продуктов не так много, как хотелось бы. Но в любом случае, я решила снять для вас это видео и показать вам. Для меня это своего рода квест. Посмотреть, смогу ли я добить до конца. И сколько именно у меня получится. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И в обязательном порядке подписываться. А с вами Лайка Эмили. Всем пока!